Кажется, еще вчера эти молодые ребята стояли у вечного огня Брестской крепости, присягая на верность Родине, давая клятву быть верными защитниками своего отечества, своей семьи, своих любимых и дорогих. Сегодня создается ощущение, что и не было этого времени. Год, полтора года службы, наполненный суровыми армейскими буднями, постоянными тренировками военных навыков, строевой, яркими праздничными мероприятиями, теперь это все позади. На пороге новая жизнь. Расставая с соединением, хочется прежде всего выразить благодарность всем офицерам-наставникам соединения. Они с первых дней учили нас азам военной науки, умение находиться с служивцами, душевный контакт, проявлять подчиненным заботу и внимание. В торжественной обстановке наиболее отличившиеся военнослужащие были удостойны грамоты подарков от руководства соединения, а лучшие получили почетное звание парашютистов-отличников за удачное выполнение более 10 прыжков. В такой ответственный и волнительный день рядом с ними близкие и родные, которые эти год-полтора также служили. Они, конечно, не бегали марш-броски, не отрабатывали навыки обращения с оружием, но очень переживали все это время, волновались за своих любимых защитников. Очень переживали, конечно, но за все время службы я ни разу не слышала от сына каких-то жалоб, каких-то нареканий в чей-то адрес. Мамочка, все хорошо, всегда улыбался, всегда был доволен всем, прям не верила, что он служит. Торжественным маршем прошли по площади церемониалов военнослужащие 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады. Многих дома уже заждались родные и близкие. Но нельзя говорить о том, что история этих ребят в голубых беретах завершилась. Она продолжится, ведь бывших десантников не бывает. Военнослужащие, которые увольняются сегодня, с честным достоинством выполнили свой долг. Действительно, было много выполнено мероприятий международного характера и республиканского масштаба. Все было проведено на высшем уровне.